Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об универсальном пульте RML1153 и узнаем, как его настроить и что же в нем такого классного. Поехали! Итак, давайте распакуем этот пульт RML1153 и сразу посмотрим на его внешний вид. Пульт выполнен на корпусной микросхеме из ABS пластика. Как мы видим, качественный принт и достаточно популярный корпус. В комплекте также идет инструкция к этому пульту, инструкция по настройке. В ней вы можете увидеть ряд пультов, которые заменяют этот пульт таким образом и просто 3 тонны кодов. Этот пульт комплектуется двумя батареечками типа Трио. Вставляем батареечки, давайте попробуем настроить его. Для настройки путем ввода кода вручную необходимо зажать одновременно кнопочку Power и кнопочку Mood. У нас загорается светодиод и мы выбираем необходимый нам код, например 025, пульта, который он заменяет 025. После нажатия последней кнопочки, последней цифры, непосредственно диод погас. И соответственно можно приступать к использованию этого пульта, он настроен. Либо же можно непосредственно прибегнуть к функции автопоиска, которая выполняется следующим образом. Зажимается кнопочка Power на 6 секунд и удерживается. Через 6 секунд непосредственно диод начинает мигать. На каждое его подмигивание вам он выдает определенный код, соответственно, как только на телевизоре появится значок громкости, можно отпустить кнопочку и протестировать весь необходимый функционал, пульт настроен. С таким интересным универсалом мы с вами сегодня познакомились и узнали, как его настроить. Будем рады, если это видео было вам полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok